Давай, это лучше еще подтяну, чтобы полегче было. Не перевелись еще рыцари и джентльмены. Заботятся о даме, которая вызвалась разобрать внутренний мир двигателя. Первокурсница Дарья Курдюмова единственная девушка, которая не побоялась запачкать руки и сразиться с мужчинами за звание крутого водилы 2022. На удивление преподавателей в своей команде отвечает за рассухаривание клапанов. С пружинами и разборкой деталей справилась за 8 минут 16 секунд. При среднем времени соперников 15 минут. Тут нужна мужская сила, тем более еще то, что масло и руки соскальзывали. Я не боюсь трудностей и решила наравне посоревноваться с мужчинами. Вообще я старость своей группы и у нас никто не хотел именно на практической части. Я подумала, ну почему бы и нет. Вторым этапом определяли знатоков ПДД. На него 10 команд из трех человек, 8 студенты вышки и 2 ученики колледжа выдвинули по одному теоретику. Третий человек в команде отвечал за номинацию «Водитель от Бога». Студента четвертого курса Алексея Коробейникова поучаствовать пригласили друзья. У парня есть «Волга» на механике, поэтому в победе опытного рулевого не сомневались. Но молодой человек остался недоволен своим результатом. Слишком сильно тронулся на эстакаде с пробуксовкой, что недопустимо. Дальше оттормозился тоже немножко неправильно. Ну и вследствие немножко не получилось заехать в гараж. Не учел габариты. А так в целом могло быть лучше, правда. Крутой водила появился в Дальгау в 2013-м. Проводить конкурс в преддверии дней инженера-механика и автомобилиста предложили студенты. С тех пор он прижился и постоянно совершенствуется. Уже, наверное, второй или третий год мы проводим командным его этот конкурс. И у каждого члена команды определенная работа своя на определенном этапе, как было и в этом году. И затем команда, это новшество этого года, вся команда выполняет еще, отвечает на ряд вопросов вместе и потом подводится общий итог. В итоге победу в трех личных номинациях и командном зачете одержали студенты четвертого курса. Организаторы отметили свою роль, сыграли опыт и специальность, по которой они учатся эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Максим Яценко. Программа «Город».